Привет, гору, и добро пожаловать в очередной эпизод. Биткоин вчера оттолкнулся от поддержки 58 тысяч. К сожалению, моя заявка, которая стояла на 58, не активировалась, потому что биткоин опускался на 58,320, а моя заявка стояла ровно на 58. Может быть, вы были как-то проворнее и смогли подобрать где-то в этой зоне, но я взял по 62 в итоге. Пока что я чуток в минусе по своей позиции. Посмотрим в этом видео на графики по биткоину, по эфиру, посмотрим на альткоины также. И также я буду читать ваши комментарии и отвечать на вопросы, потому что у меня примерно 20 тысяч просмотров каждый день, может быть, даже больше, и тысячи комментариев по всем моим социальным сетям, поэтому ответить всем сложно, но что-нибудь в видео выберем. Ну, давайте перейдем на графики прямо сейчас. Открываем Теслу. Я собираюсь сегодня выбрать победителя и насыпать вознаграждение в 100 долларов. Я в Твиттере там делал конкурс. Тесла находится в гигантском симметричном треугольнике и на желтой трендовой линии. Возле нее. Это желтая трендовая линия. Основная трендовая для Тесла, по которой она идет. Вот она, желтая трендовая линия. 20-й год поднималась на 400 долларов, в 22-м опускалась на 93 доллара, поднималась на 300, 24-й опустилась на 140. И таким образом сформировался гигантский симметричный треугольник. Внутри создается давление. И вверх выходим. На расстояние, которое можно измерить по основанию. Значит, можем ожидать, что Тесла уйдет. Неплохо она уйдет, если по этому основанию смотреть. Или вот так померить надо. Потому что от этого касания проводим треугольник. И если Тесла выйдет вверх, получается 578 долларов цель. Для Тесла. И я поймал там четко Теслу на дне. Если вы смотрели мое видео, читаете твиттер, вы знаете об этом. Мы покупали по 141. Если вы покупали со мной по этой цене, то тогда мы в плюсе уже на 32%. Поздравляю, кто покупал вместе со мной. Но кто не покупал, пройдите мои курсы по трейтингу на фондовых рынках. И тогда будете торговать не только на крипторынке, но и инвестировать в акции. То же самое на биткоине. Желтая трендовая линия, по которой биткоин идет вверх. 44 тысячи. 70 тысяч. И потом биткоин пошел снова к этой трендовой. На 58. Коснулся четко желтой трендовой линии, ровно так, как я и предсказывал. 58 тысяч. Туда я и поставил свой ордер. На 58. Но биткоин опустился на 58.320. Так что не хватило 320 долларов для того, чтобы я открыл позицию, купил биткоин. Но я взял по 62. Это мой торговый аккаунт на Bybit. Я купил по цене 62.141. Средняя. И позиция пока что в минусе на 912 долларов. На 2 биткоина эта позиция. На недельном таймфрейме мы видим, как биткоин оттолкнулся от желтой трендовой линии. И прошел вверх. Стохастик пока что направлен вниз. Вниз идет стохастик. Сквиз моментум. Переходит в красную зону. Как читать индикаторы? Я всему этому обучаю на своих курсах по криптотрейдингу. Криптогур-бот все еще держит сигнал на покупку, который он дал в феврале прошлого года. Этого бота можете тоже получить на моих курсах. Биткоин индикатор-бот дал сигнал на продажу. Ого. Биткоин индикатор-бот сигнализирует продажу. Дал сигнал на продажу. Вот здесь. На 67. Это на недельном таймфрейме. На недельном таймфрейме хорошо работают боты. Стохастик направлен вниз. Проблема объема. Объемы падают по-прежнему. Объемы предсказывают цену. На недельном мы видим, что торговые объемы уменьшаются. Где поддержка на биткоине? Одна сильная поддержка находится на 52 тысячи долларов. А почему это истинная поддержка? Потому что, смотрите, в истории. Несколько раз биткоин касался этого уровня. И затем пробил его. Там мы покупали доджкоин на 0.00. Чего-то там 3 цента. А потом я продал в ноябре 2021 года. Но здесь, если вы помните, это как я предсказал разворот. Потому что падали торговые объемы. Когда мы подошли к вершине, то падали торговые объемы. То же самое, что происходит и сейчас. Торговые объемы снижаются. И также мы видим четкую двойную вершину на недельке. Поэтому я бы сказал, что поддержка на биткоине основная такая. Это то, что раньше было сопротивление. Поддержка, сопротивление. Сопротивление, поддержка. Так что вот эта зона, это зона сильной поддержки, сопротивления. То же самое вот здесь, смотрите, была реакция. Поэтому 52 тысячи долларов, это сильная поддержка для биткоина. Первая реально сильная поддержка. Но есть еще одна, поменьше. Вот здесь на 56 тысяч тоже есть поддержка, довольно неплохая. На самом деле, тут много поддержек всяких на 57 тысяч долларов. Хорошая поддержка. 58, куда мы вчера опускались. Тоже там хорошая поддержка такая. Но основная поддержка, я бы все-таки сказал, та, которая посильнее, она чуть пониже. Там было больше касаний. Поэтому, вот они уровни поддержки. Две зеленые линии. И также большой M-паттерн. Не знаю, честно говоря, удержится биткоин на текущих не удержится, потому что, ну такая себе ситуация. Двойная вершина. Этот отскок, который мы видели от 58, он как-то не впечатляет. На 61 тысячу зашел, и все. Но что это за отскок? Двойная вершина означает, что пора выходить до уровня поддержки. Но самая сильная, жирная поддержка, это вот здесь, на 47 тысяч, где я вчера говорил. Это сильная поддержка, от которой можно рассчитывать на хороший отскок. Думаю ли я, что опустимся на 47? Никогда не говори нет. Если вы смотрели мое видео в 17-м году, когда биткоин стоил 20, а в итоге опустился на 3. И если вы были со мной в 21-м, помните вообще, да, какое было падение? На 16 тысяч, какой был рынок жесткий. Поэтому и сейчас нельзя говорить, что биткоин не опустится на 47. Но вот на этих зеленых горизонтальных линиях все-таки сильные поддержки. От них тоже можно рассчитывать на какой-то разворот. В принципе, вчера-то мы увидели уже какой-то отскок. Но не очень уверенный. И опять же падают торговые объемы. Поэтому, на мой взгляд, биткоин может опуститься на 52 тысячи. От этого уровня можно увидеть какой-то разворот. К сожалению, ребята. Но я не думаю, что биткоин уйдет ниже 45. 52 тысячи долларов. От этого уровня будет по-любому какой-то отскок. Я думаю, что если биткоин второй раз опустится на 58, то здесь мы тоже увидим какой-то отскок еще раз. Потому что там много ордеров. Люди думают, что вот пропустил один раз 58. Второй раз зайду. Ставят ордера. Посмотрите же, как четко биткоин опустился на мою желтую трендовую линию. Помните, многие говорили, что я какой-то неадекватный. Когда биткоин 70 стоил, все говорили, что никогда там уже ниже не опустится на эту желтую трендовую. А я говорил, что опустится и будет разворачиваться от этой желтой трендовой. Это очень сильная желтая трендовая линия. Но биткоин любит пробивать такие трендовые линии. Но тем более, что на графике мы видим такой M-паттерн. И падающие торговые объемы. Вчера был всплеск на объемах, конечно. Но в целом мы видим картину, если на недельном, то падают объемы. Поэтому лучше бы, наверное, было все закрыть сейчас. Хорошо, давайте посмотрим тогда на общую капитализацию рынка. Да, но тут то же самое. M-паттерн. Лучше все закрыть и поймать следующий отскок от другого уровня поддержки. Ну, то есть, я имею в виду, что основная желтая трендовая и основная поддержка здесь будет... Не будет поддержки до уровня 1,7 триллиона. Такое падение еще можно ожидать. Вот дерьмо. О, и четкая двойная вершина. Четкий M-паттерн. Это даже не вопрос, это утверждение. Двойная вершина, M-паттерн. Еще, смотрите, вышли из этого симметричного треугольника. Вышли вниз. Надо бы, конечно, зайти обратно в этот треугольник. Потому что если не зайдем, то тогда упадем на 1,7 триллиона по капитализации. А уже вышли вниз из этого треугольника. Ну, хорошо, теперь мы можем сказать, что через вот эти вот касания, эти отскоки, здесь уровень поддержки. Я думаю, что перекуплены многие активы и легко может быть продажа. Здесь четкий M-паттерн. Но если вот так посмотреть, мы все еще можем увидеть бычий флаг. Если мы удержимся на этом уровне, тогда может быть что-то типа такого. Давление, давление. И выходим вверх. Ребята, если вы торгуете криптой, то молитесь. Неважно, каким богам, какой религии, просто молитесь. Чтобы мы не пробили эту линию, этот уровень, 2,1 триллиона. Потому что если мы пробьем, это уже будет никакой не бычий флаг, он не отработает. Мы упадем на следующий уровень поддержки, на 1,7 триллиона. Все это говорит о том, что волны Эллиота уже закончились. Те, которые я проставлял. И дальше идет коррекция ABC. То же самое и на биткоине, кстати. Если это была уже вершина, то теперь мы находимся в коррекции ABC. Почему? Потому что волны Эллиота. Помните, мы считали волны Эллиота. Вот здесь мы считали волны Эллиота. А потом следующие волны Эллиота. Один импульс коррекция. Вот он, первый, коррекция. Следующий импульс, самый большой. Затем коррекция. И затем финальный импульс, который всегда меньше, чем предыдущий. И согласно этому, теперь это все уже закончилось, и началась коррекция ABC. A. Затем B. От сопротивления идем вниз, к точке C. Это последняя коррекция. Вот дерьмо. Можно сказать, что это и происходит. Уже мы там в коррекции. ABC. И эта коррекция ABC может даже и ниже уйти. Даже вот сюда может опуститься. Но, честно говоря, я так не думаю. Не думаю, что биткоин уйдет ниже. 52. Возможно, конечно, и 45. Но это означает, что этот отскок на биткоине, который мы сейчас видим, лучше тут все закрывать перед финальным падением. Это жопа. Честно говоря, мне самому не нравится то, что я вам показываю. Потому что я вижу и показываю, показываю и вижу. Да мне это все не нравится. Если я прав, то полная задница. Это означает, что мне нужно все продать. В минус закрываться. Я зашел на 62.100. В минусе на 970 долларов. Получается, что и альткоины мне нужно продавать. У меня их там нормально уже. 580 тысяч на балансе. На 40% я в USDT. Остальное в альткоинах. Поэтому... Покет на 4 цента у меня стоит заявка на покупку. Но, хорошо. Давайте спешить не будем и еще какой-то теханализ сделаем. Но на биткоине я вижу M-паттерн. Если это все отработает, коррекция ABC, то тогда биткоин пойдет на 52 тысячи. Это лучший сценарий. А худший сценарий это 45. Общая капитализация тоже, говорит, аналогичная. M-паттерн. И можем уйти ниже. Видите, да? Прям то же самое. M-паттерн. Кстати говоря, я вам даю сейчас бесценную информацию. Про волны Эллиота. Про M-паттерн. Я делюсь с вами своими знаниями. Я бесплатно это делаю для вас. Почему? Потому что я уже миллионер. И хочу, чтобы вы тоже стали миллионерами. Чтобы у вас была финансовая свобода. Чтобы ваши семьи были счастливы. Чтобы у вас была здоровая пища. Чтобы у вас была яхта. Большая. Чтобы вы могли жить в Дубае. В Скайвью. Короче. В самых лучших уголках мира. Смотрите для этого мои видосы. Я записываю эти видео для вас уже 4 года. И вы видели. В этих видео я показывал, как я путешествую. Как я останавливаюсь в самых красивых местах. Я живу самой лучшей жизнью. И хочу, чтобы вы тоже так жили. Поэтому я вас учу. И для вас это бесплатно. Смотрите просто мои видосы и учитесь. Так каждый день я для вас специально для этого и записываю эти видосы. Пройдите курсы мои по криптотрейдингу тоже. Если хотите, ссылки в описании под видео. Там еще больше информации. Курсы по трейдингу на крипторынке. На фондовом рынке. И все это в итоге превратится в университет. Сейчас этим занимается моя команда. То есть сейчас можете все это купить. Перед тем, как все это мы оформим в университет. Но хотя потом тоже будет много интересного. Хорошо. Вернемся на графики. Да собственно, почему я много денег перелил в Тесла и скрипты. Вот например, откроем биткоин месячный таймфрейм. Мы активно покупали биткоины в 22-23 году, когда стахастик находился в перепроданности. А теперь стахастик зашел в перекупленность. И это время для того, чтобы продавать. А вот там внизу нужно было покупать. А там продавать нужно. И то же самое на Тесла, смотрите. То же самое, только наоборот. Тут, когда я покупал по 141 долларам, это было хорошее время для покупки. Потому что перепроданность, видите? Понимаете, в чем разница? Хорошо, давайте теперь откроем эфириум. А, на эфире-то то же самое, смотрите. Если вы посмотрите на стахастик на месячном таймфрейме. Тоже перекупленность. И объемы тоже. Не забывайте. Ну, объемы на эфире-то не падают, они хорошие. Но эфириум выглядит лучше. На дневном. Хорошо выглядит на дневном эфириум. Стахастик направлен вверх. Уверенно так. Объемы заходят. Похоже, что он помпанет эфиром. И пройдет расстояние, которое дает обычный флаг. По флагштоку меряем. Ребят, ну это прямо я сейчас даю мастер-класс по трейдингу сегодня. Сижу такой на расслабоне, на пляже. Могу себе позволить мастер-класс провести. В общем, по эфиру можем идти на 4400. Но эфироподдержка. Массивная поддержка на эфире находится, я бы сказал, здесь. 2800. Очень сильная поддержка. На 2800 на эфире. В принципе, не так-то низко до этого уровня поддержки. На недельном стахастик все еще вниз идет, но бычий флаг. И заходят объемы. V-образное восстановление. Если объемы продолжат расти. Но на недельном... Я смотрю на недельный. Для того, чтобы получить общую картину. И вот на недельном тут двойная вершина. Вот она, двойная вершина. И 2900 хороший момент для покупки. Но здесь бычий флаг. И похоже, эфир объемы. Нужно подтестить еще поддержку. Я вам покажу. Как пример дна. Нужно увидеть двойное дно. Или вот тройное, например, как здесь. Понимаете, что такое двойное и тройное дно? 1, 2, 3, 4. И вверх полетели. А еще один пример. Вот здесь тоже. Смотрите. 1, 2. И вверх полетели. Поэтому прямо сейчас у нас только одно касание получилось. Недельный биткоин. Не очень хорошо. Сегодня очень важный день. Если мы вылетим вверх на хороших торговых объемах, то тогда будет рост. Если мы пробьем эту трендовую, то тогда 52 тысячи и 45 тысяч долларов. Несколько дней следующие очень важные. Если все-таки будем опускаться ниже, пробьем эту трендовую, то тогда опасность. Если будет хороший разворот на хороших объемах, то тогда будет рост. Продолжим восходящий тренд. Если вы, бла-бла-бла, всякое такое. И теперь я выберу победителя. Это, так, комментарии людей. Джеймс, ты прав. Великолепный технический анализ. Спасибо. Рендер растет, пока биткоин падает. Не знаю, я за рендер не слежу. Но, ребят, я бы сейчас был осторожен с покупкой альткоинов. Потому что если биткоин пойдет вниз, то и весь рынок посыпется. Это будет полная жесть. Помните, например, 21-й год. Будьте осторожны с крупными позициями. Покупайте частями. Не берите на всю котлету. Вот видите, например, я. Биткоин на 78,600 у меня. Юнисвап на 50 тысяч. Доджкоин на 47,100. Ворлдкоин на 40,100. Покет на 14. И видите, вот при всем этом я все еще на 38% в USDT. И поэтому покупайте частями. Не спешите. Привет, гуру. Какие у тебя темплейты? Я не уверен, о чем это вообще. Этот чувак реально крутой трейдер. Гангстер. Спасибо за такие слова. Спасибо, что меня смотрите. Но я думаю, что... В общем, нам нужно двойное дно. Нужно идти к трендовой. Привет, Джеймс. Я твой новый подписчик. Спасибо тебе за ту информацию, которую ты даешь по биткоину. Ну, теперь давайте... Давайте выберем победителя. Победителя. Чего победителя? У меня были конкурсы, которые я запускал в Твиттере вчера. Вот оно. Если это было завершение пятой волны и лёта, то у нас большие проблемы. Кто знает, что будет дальше? Выберу победителя, который получит 100 долларов. И значит сейчас, ребята, вы знаете, что такое волны и лёта. Это M-паттерн. И мы, 3900 человек, посмотрели этот твит. 44 комментария. И правильный ответ – это коррекция ABC. ABC-коррекция. Вот правильный ответ. Триста двадцать четыре просмотра у этого правильного ответа. Шикарно. Супер. А чё так много-то? Ну, хорошо. Коррекционные волны ABC. Волна A, как видно на графике, представляет собой встречное движение против основного тренда. Волна B – это частичное восстановление, которое частично корректирует начальное движение волны A. Наконец, в волне C рынок продолжает свое встречное движение, которое обычно превышает начальную точку волны A. Это теперь будет служить потенциальными точками входа или выхода на основе графического паттерна. Прекрасный ответ, Dorothy. Правильно. Да, многие на самом деле ответили правильно. Коррекция ABC. Если это коррекция ABC, то волна A уже закончилась. ABC-коррекция. Правильно. Многие ответили правильно. Ну, много правильных ответов. Спасибо вам за активность. Так много ответов правильных. Потрясающе. Многие ответили правильно. Это все мои студенты. Такие умные. Красавчики. Давайте тогда трех победителей выберем, потому что много правильных ответов, мои любимые студенты. Дороти, конечно. Победитель. Дороти. Прекрасно. Еще один победитель. Поздравляю. Выбираю трех победителей. Ты выиграл. Ты среди них. И еще одного навскидку. Коррекция ABC. Поздравляю. Моя команда с вами свяжется для того, чтобы отправить вознаграждение. Напишет в личку. И вы получите вознаграждение. И также в твиттере у меня 85600 фолловеров. И можете видеть, сколько у меня твитов. И также у меня еще гивэвэй на 1000 долларов. Остается два дня. Нужно купить один из моих курсов. Можно использовать специальные коды. Получите еще скидку 15%. Код это слово профит. И там гивэвэй на 1000 долларов. Также это мое видео про биткоин. Это проект Magikraft. Marketplace 2.0. Обновленный Marketplace. Скоро будет опубликован. Новый дизайн. Новые функции. Это Marketplace для полностью всей экосистемы Magikraft. И все игры в экосистеме Magikraft будут доступны прямо в браузере. То, что они создают, это невероятно. И на этом на сегодня все. Очень длинное видео получилось. И присоединяйтесь к телеграмму. 126 человек онлайн. Завтра еще отвечу на какие-то вопросы из телеграмма. Спасибо, что посмотрели. Прошлись по биткоину, по рынку. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. И увидимся завтра. Спасибо за просмотр! Продолжение следует...